Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Актриса Анна Снаткина стала известна благодаря сыгранным в кино ролям. Карьера Анны складывалась успешно, возможно, благодаря таланту и желанию играть. Сейчас у нее не один десяток ролей, и можно надеяться, что в будущем их станет еще больше. Поклонники уверены, что в жизни Снаткина похожа на своих героинь, также любит справедливость и старается помочь окружающим ее людям. Местом рождения актрисы является город Москва. Родители девочки, появившиеся на свет в 1983 году, были представителями советской интеллигенции. Они работали конструкторами, правда мама в скором времени перешла на преподавательскую работу. Мечта стать актрисой появилась, когда она училась в школе, и несмотря на сопротивление родителей, упорная Анна добилась своей цели и поступила во ВГИК. Первую свою роль Анна сыграла в 2003 году. Она была небольшой, и фильм назывался «Участок». Стало понятно, что девушка может гораздо больше, и предложения не заставили себя ждать. Фильмография молодой актрисы пополнилась ролями в телефильмах «Московская сага. Боец». Они сделали Снаткину узнаваемой и подарили первых поклонников. Но широкая популярность пришла к актрисе в 2005 году, когда она сыграла роль Жени Азариной в фильме «Обреченная стать звездой». Сериал «Татьянин день» сделал ее еще более известной. После этого, ставшего необычайно популярным сериала, Анна начала получать огромное количество предложений от режиссеров. Список картин с ее участием стал стремительно расти. «Десантура», «Общая терапия», «Хозяйка горы» и другие. Особое значение для карьеры артистки имеет фильм «Не плачь по мне, Аргентина», вышедший на экраны в 2012 году. Роль одной из трех подруг Светланы Максимовой была главной. Она получилась яркой и правдивой. Интересен также был дуэт с Ириной Пеговой в детективном фильме 2019 года «Галка и Гамаюн». Много ролей у Снаткиной и в театре. Она является ведущей актрисой Московского губернского театра. Спектакли с ее участием, «Приключения Фондорина», «Летучая мышь» и другие всегда интересны зрителям. В личной жизни этой красивой женщины тоже все хорошо. Она замужем, имеет ребенка и счастлива. Анна всегда нравилась мужчинам, но краткосрочных романов старалась не заводить. К любви актриса относится серьезно. Когда на съемках одной из картин у нее возникли романтические отношения с актером Андреем Чернышевым, Снаткина оставила жениха бизнесмена. Чернышев тоже расстался с Еленой Кориковой, которую считали невестой актера. Чтобы побыть вместе, влюбленные уехали на некоторое время к морю, но все же создать семью у них не получилось. Супругом актрисы стал актер и шоумен Виктор Васильев. Пара познакомилась на одной из передач Первого канала. Свадьба состоялась в 2012 году почти тайно. На церемонии, кроме молодых, были только родные и близкие друзья. Снаткина и Васильев стали мужем и женой в романтичном Санкт-Петербурге. Через год, в 2013, у них родилась дочь Вероника. Пара мечтает о втором ребенке, ну а пока актриса много снимается и радует поклонников своей игрой. А какие работы Анны Снаткиной запомнились вам больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!